добрый день дорогие подписчики с вами снова как обычно михаил игуренков рад приветствовать вас на этом подкасте я на данный момент как бы вроде бы все сделал нормально то есть я включил запись как в телеграме так и в bs и поэтому этот подкаст вы можете послушать можете послушать если не в прямом эфире так записи в телеграме в аудио формате так собственно и видеоформат будет загружен на канал на ютюбе вот как то так то есть я это все записываю в голосовом чате параллельно для того чтобы любой желающий мог послушать прямом эфире 1 а во-вторых присоединиться к обсуждению только на первых порах когда это пробовал я после каждого скажем так боя там условного да предлагал подписчикам высказать свое мнение но как бы услышал обратную связь что постоянно эти прерывания паузы какие-то задержки не очень интересно поэтому сейчас я пробегусь по всему карту выскажу свое мнение дамки какой-то расклад поставкам а в конце в общем-то если будет время она будет любой желающий сможет скажем так поднять руку здесь в голосовом чате я дам ему слово то есть любой желающий кто будет слушать записи если ему интересно лишь мое мнение то он послушав просто вырубит подкаст как-то так ну давайте перейдем по порядку в общем-то буду двигаться по топологи и сразу извиняюсь как только себя записывать это хуй блять в моем подъезде начал сверлить я не знаю как сильно вам это слышно не слышно сильно мешает или нет но у меня увы сейчас как бы ну нет других вариантов я либо запишу сейчас либо уже не запишу вообще вот как-то так открывает поединок у нас бой в полусредней весовой категории садибуси против алексея кунченко и садибуси в принципе персонаж в рамках pfl достаточно сильно примелькавшийся пробовал свои силы здесь начиная с 2018 года причем свой путь он скажем так начал в средней весовой категории где проиграл в первом поединке бруно сантосу потом победил кстати кая моголяюша с бруно сантосом у него опять таки в 2017 было встречено уже с ничейным результатом но вот и получается с 19 года он уже стал пробовать свои силы в полусредней весовой категории если честно тогда скептически отнесся к его спуску потому что он боец реально очень внушительных габаритов даже для средней весовой категории то есть рост у него 171 сантиметр разрыв на размах рук 203 что почти как у джона джонса но в общем-то в дебюте он будучи андердогом дэвида митчеда нокаутировал за 17 секунд на следующем поединке проиграл глейка франко в третьем раунде граунда паундом глейка франко сам парень как бы не маленький это раз а во вторых обладает достаточно хорошим джиу-джитсу чем я смог воспользоваться после этого опять-таки вот этих двухминутных старых форматах да в двухраундовых боях в старом формате по фэйл ничейку отбился с рэйм купером третьим и вот спустя долгий перерыв когда по фэйл нас не радовали своими турнирами вышел снова в клетку николай алексахина против николай алексахина и боя завершился но контестом потому что он ему ткнул в глаза пальцем в целом что можно было сказать по этому поединку николай алексахин несмотря на то что он считается достаточно скилловым бойцом было ой как не просто против садибуси с учетом его габаритов с учетом того что они как бы оба ударники и если бы поединок продолжился я если честно не уверен что николай алексахин вышел бы победителем из этой встречи и здесь собственно мы плавно можем перейти к алексею кунченко который как бы был непобежденным в рамках профессионального ммай бойцом чемпионом м1 который перешел в юфси и после двух таких стремноватых побед дважды проиграл гиберту берсу и лизию залезки до сантосу на этом его карьера в и все остановилась и вот спустя чуть больше года он продолжает ее в пфл опять-таки если например возвращаться к садибуси очень часто я в некоторых матчапах с ним скажем так с оглядкой относился к его возрасту потому что 34 года это все-таки уже такая внушительная цифра для прав бойца но в данном случае все кунченко у которому 37 как бы выглядит еще более блекло при этом при всем можно отметить что у него габариты чуть более скромные чем у садибуси 173 рост 178 размах рук если провести параллель поединке с поединком садибуси против николай алексахина где александр николай алексахин там да даже обладая в более внушительными скажем так размахом рук например сосал бибу то я не понимаю вообще чем алексей кунченко собрался его брать в теории если бы он был каким-то лютым жестким борцом я бы мог представить там да как она переводит контролирует в партере забивает но в данном случае алексей кунченко мне кажется максимум что сможет он предложить это в клетке как бы у клетки у сетки в клинче потолкаться это я не уверен что в этих позициях он будет скажем так более выигрышном положении так что данном случае я считаю что садибуси один из самых интересных андердогов этого турнира причем сейчас на по той же сам пинке он идет за 235 открывался там же он за 24 то есть плюс минус то же самое взвешивание посмотрел садибуси стандартный дефолтный то есть как бы форма хорошая там явно еще поднаберет бою ну вот ну а кунченко выглядел как будто бы ну просто он в этом весе как бы особо сильно то и не гоняет ну какой-то жухлый уже если честно реально да и показал мягко говоря такой небольшой типа недовес условно полусредневесовой категории лимит 170 фунтов вот при этом при всем как бы допускается если бой не чемпионский принципе да по профмм в атлетических комиссиях перевес в 1 фунт то есть можно спокойно показать 171 1 фунт 450 граммов он же показал 169 с половиной что уже какие-то вопросы начинает вызывать так что как-то так вот нет дубас пишет что иногда прерываюсь это в телеграме я возможно да иногда прерываюсь но как бы через обе 100 что я записываю там с большей долей вероятности на ютюбе будет все в порядке вот так давайте посмотрим что она предлагает в принципе по моим пинки другие быка но примать до 241 например да чуть больше чем на данный момент он дает пинка 231 дает марафон так 245 дает фанбет и соответственно 24 дает быть сети то есть самый выгодный коэффициент на данный момент дает фанбет 245 поэтому если вы ищете крепкий ординар с коэффициентом выше двушки то в общем то вот он есть садибу си причем здесь не нужно как бы кричать что там дискать ты гонишься за завышенным коэффициентом там и так далее нет здесь просто вот есть два бойца и объективный анализ как мне по крайней мере показывает что ну нихуя не алексей кунченко должен быть фаворитом в этом противостоянии то есть чувак который там последние несколько лет лишь только жидко обсирался после простоя в 37 лет выходит против пиздец какого неудобного по габаритам оппонента ну откровенно говоря очень спорная как бы до ситуация для кунченко так что садибу си я лично заберу чуть позже опубликую конкретные ставки с указанием определенного процента вот но пока вот такой вот расклад ну я этому противостоянию достаточно много времени уделил потому что он такой в плане ставок реально самое интересное по большому счету по остальным мне кажется все будет намного короче том лоулер это тот чувак который пробовал свои силы в том числе в и все выступал там с переменным успехом вот в определенный момент решил завершить карьеру и по большому побольше но по большей части он выступает в таком третьесортном рестлинге вот при этом время от времени когда нужно под какого-нибудь лоха кинуть мешка на проеб о нем вспоминают его в общем-то достают из окромов вот 5 секунд блять так запись идет получается запись идет так запись вроде продолжается да все в порядке вот его достаю соответственно из окромов и как бы подкидывают под какого-нибудь лоха в данном случае как бы реально да в очередной раз том лоулер должен проигрывать причем в последнем против своем противостоянии против антонио карлоса джуниор поединок закончился в первом раунде джордан ян который в принципе такую лошню в первых раундах обычно и душит я думаю вполне себе сможет повторить перформанс антонио карлоса джуниора там и по габаритам разница достаточно ощутимая вот и в общем-то все как бы должно быть по идее в порядке для него если мы коэффициентом обратимся то янк идет достаточно крутым фаворитом за 1.25 при этом на тотал меньше полутора раундов дают 2.15 отлично мне кажется вариант для ставок абсолютно да то есть как бы на пинке по крайней мере best fight loss не показывает я еще по другим скажем так раскладам не смотрел но допустим если мы обратимся к тому же самому парику то здесь ты а полтора дают это соответственно два полных раунда на паре матче если неправильно изменяет 2.31 и это ультра жирно на самом деле как мне кажется да так 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 здесь получается вот например на марафоне дают 162 причем если не память опять-таки не изменяет на марафоне на паре матче расчет тоталов идет идентичный но почему-то здесь на тм на при матче дают коэффициент значительно выше возможно нет подождите я перепутал извините не туда посмотрел 1.57 за то чтобы закончится в рамках двух первых раундов паре матч соответственно 1.62 дает марафон так чё у нас дает фонбет фонбет дает за два раунда соответственно 1.6 но а бцити нас пока тоталами вообще не порадовал я бы откровенно говоря забрал тм полтора вот по котировкой бк пиннкл то бишь 7.5 минут за коэффициент выше двушки мне кажется в данном случае самый выгодный вариант но если вам по кайфу конечно при запихать фавориты за 1 и 2 но можете заиграть джордана янга потому что еще раз повторяю том лоулер на данном этапе своей карьеры в принципе не боец мм и вот и как бы выходит просто тупо за чеком тогда когда нужен чувак который гарантированно проебет примерно так это выглядит но того же самое когда ряна вина нужно было подписать и все мими мини дисси вот этого да там долбоебика языка мелкожаберного то есть ему кинули вот тома лоблера и в общем-то его победил на турнире там от легал против артиза там 3 какая там части и в общем-то тут получил билет потом газ примерно как-то так что касается магомеда магомед керимова и кертиса милендера ну я просто как бы вкратце объясню тем кто возможно забыл или не видел или не знал но в последний поединке кертиса милендера против роли макдональд я забирал т.м. причем за достаточно жирный коэффициент почему-то букмекеры считали что поединок скорее все затянется но роли макдональд его сабнул в первом раунде а все почему почему забрал потому что у кертиса милендера нелечимая проблема нерешаемая проблема с партером то есть как бы она его преследует всю жизнь она никуда не девается и в данном случае то есть я лишь повторю эту ставку только в данном ну только сейчас мы видим не неполный бой там да за там в коэффициент выше двушки на например предлагает м полтора тот же самый за коэффициент чуть выше 2 но зависит от того какая быка я считаю что магомед магомед керимов не должен с ним принципе катать вату если мы посмотрим те же самые противостояния там не знаю против ховарда рэй купера баяна величковича то есть те бойцы которые гораздо выше классом чем кертис милендер они отваливались как правило первом там или втором раунде там зачастую как раз таки укладываясь семь с половиной минут данном случае кертс милендер вряд ли сможет прожить дольше но опять-таки возможно бой затянется только исходя из того что магомед керимов там давно не дрался у него простое может быть какой-то заплет формы или что-то еще но если мы представляем что это будет магомед стандартный дефолтный обычный кертс милендер который вряд ли подтянул борьбу и партер там да за этот короткий период то это скорее всего будет опять-таки легчайший перевод сапфером первом раунде жао зефирина против джессона понета на этот бой я вообще ставить ничего не планирую потому что ну да джейсон понет отлетел от рэй купера в первом раунде вот получается буквально не так давно жао зефирин несмотря на то что было короткое уведомление смог победить решением глисона тибао здесь просто момент какой может быть джейсон полна до мешок но с учетом того что он достаточно быстро отлетел от рэй купера третьего арм триангл чоком он не потратил сил он не получил никакого урона то есть как бы для него вот этот короткий перерыв там полтора месяца по сути не критичен с другой стороны жао зефириной который является возрастным бойцом там 35 лет прошел полную дистанцию с глисоном тибао и как он себя будет чувствовать сейчас после такого периода непонятно я это сейчас говорю не к тому что нужно ставить на джейсона понета а к тому что допустим если бы это был дефолтный бой оба бойца на полных лагерях и так далее я бы может задумался бы над темкой но здесь опять таки с учетом того что джейсон понят не захочет там до жалу изефирина не сможет мы возможно увидим опять-таки унылый перед и трехраундовый но все может случиться абсолютно по-другому то есть с учетом уровня бойцов с учетом того что по-разному на них может сказаться такой короткий перерыв их последний бой здесь реально монетку просто просто кидаешь монетку и она угадает гораздо лучше чем любая аналитика как-то поединок соответственно пройдет и когда он закончится но при этом я могу сказать точно что даже если бы они были в дефолтной форме абсолютно ставка на то чтобы он не дойдет решение за 1.5 1.6 она не стоит вообще ни хера то есть я этот поединок именно в приматче отставлю в сторону я начну смотреть поединок и если я в лаве вижу что реально оба бойца работают на латокатство а мне кажется с этим можно будет определиться буквально в первую минуту то я тогда буду кидать на т.б. а приматчем здесь с учетом уровня бойцов с учетом опять таки еще раз говорю короткого перерыва залазить мне кажется не стоит вот примерно так по поводу мартина хайм хамлета нильсона и кори хендрикса ну соответственно нильсон у нас в последнем поединке дэна спу нам валял обнимал душил и все-таки задушил под первой половине второго раунда кори хендрикс у нас соответственно бороздил просторы сей на и себе до недавнего времени причем с переменным как раз таки успехом ну я могу сказать одно как бы на уровне говна выступая там да зачастую как бы мог нам дожить как-то до решения если выходил против совсем пробитых мешков ложил их против реально достойный более-менее ребят проигрывал досрочно здесь опять-таки будет много партера много обнимашек и я в принципе считаю что у нильсона есть хорошие шансы повторить перформансы последнего поединка то есть скорее всего сможет перевести занять какую-то доминирующую позицию а там как говорится уже дело техники при этом ставка на то что бой не дойдет до решения в данном случае 2.15 2.2 вот при этом если вдруг кори хендрикс покажет более или менее какую-то нормальную форму если вдруг там да у него взыграла гордость и ему удастся соответственно поединок например перетащить во вторую половину боя то появится аутенда срочка мне кажется уже и у него так что здесь в данном случае ставка на то что бой не дойдет до решения на очень даже хороша за коэффициентами выше двушки вполне себе имеет место быть вот примерно такой расклад антонио карлс джуниор винни моголяешь здесь тоже вот на эту схватку джизитеров грэпплеров особо сильно смотреть не хочется потому что ну если как бы по скиллам судить то вряд ли вряд ли вообще кто-то кого-то из них сможет засобмитить то есть откровенно говоря поэтому тут по большому счету все зависит от того кто как по кардио себя будет чувствовать если моголяешь отключится до раунду к третьему просто потому что устал возможно джуниор чем накрутит а так в первой половине боя в принципе моголяешь если захочет обострять джуниор допустит ошибку все может тоже закончится сабом то есть я к чему это веду скорее всего оба бойца будут действовать расчетливо особо сильно никто там рисковать не будет тому же там тот же самый карлс джуниор обычно не летит там в ультра сап какой-то там и монарий ролл он привык более тактически выверенно грамотно работать минимум оголяешь вряд ли позволит ему развить какое-то преимущество если говорить по части стойки да в размен тоже вряд ли кто-то там будет лезть не знаю чисто психология как бы да смотря на что какой боец и как настроен в данном случае какой-нибудь тбшку за коэффициент выше двушки я мэйби заиграю но это исключительно чисто в рамках какого-нибудь лайф какой-нибудь лайф метки типа вот в таком размере но в плане серьезных ставок в этот бой залетать точно не стоит как по мне так цезарь феррера криска эмоции ну цезарь феррера мешка шатнул в первом раунде в последнем противостоянии криска эмоции они там замутили супер бой семья на сорде с перетекающей инициативой и здесь тоже примерно 50 на 50 варианты в плане кто кого и как ушатает там дойдет ли бой до решения не дойдет любой до решения так что сложно сказать на самом деле смотря что у кого будет получаться цезарь феррера например если не удастся что-то конкретно накрутить там первую минуту потом может перейти вообще абсолютно энергосберегающий режим вот но здесь в общем то при матчем кидать мне кажется достаточно опасно а вот в лаве после там первых двух минут полторы две минуты там по-моему все будет видно и ясно так эмеля на сорде дэн спун но но эмеля на с орден склюзина каутер чуть было да там не повторил как бы до перформанса свой обычный последний противостояние но все-таки довел до решения данном случае будет драться против дэна спуна здесь как мне кажется все таки темка залетит вариант достаточно неплохой и ставка на то чтобы он не зайдет а второй половине второго раунда там в среднем по быка идет от 1 9 до 2 то есть мне кажется объективно нормальный вариант в этом противостоянии все-таки спун он давно уже не алё и в общем-то сорде либо уру положит либо уронит либо соответственно сам то может скончить лобана упасть в учетном принципе того урона который переносит в своих боях и с учетом своего последнего выступления но в целом сорде как правило не нацелен как бы да на то чтобы доводить бои до решений в данном случае думаю его геймплан не поменяется так пляшем дальше переходим уже почти финалу так рэй купер против николай алексахина и здесь в общем-то рэй купер последний поединке смог финишировать абсолютно лютейшего мешка вот ну и в целом что я могу сказать николай алексахин испытывая огромные проблемы с ади буси последний поединке прежде всего испытывал их из-за габарита своего оппонента данном случае если брать противостояние с рэйм купером третьим то здесь для него все будет гораздо более удобно наоборот у него будет некое преимущество в некоторых аспектах 175 рост 188 размах рук при 170 росте у купера 178 размах и тоже рук то есть как бы при этом нельзя назвать алексахина пробитым там каким-то да возможно у него раньше всплывали проблемы с борьбой но в целом рэй купера третьего борьборцом каким-то лютым не назовешь да и в целом как бы плане держака тоже краю куперу есть некоторые вопросы там некоторых моментах так что ну я считаю что как бы здесь алексахина шансы на победу достаточно хорошие вот должен переиграть свой оппонента здесь его будет дистанция как бы за ним будет вот поэтому вполне себе понятно почему он идет фаворитом то есть там за 168 нормально вполне обзади 78 еще лучше было но что касается коэффициентов дойдет любой до решения или не дойдет я все-таки склоняюсь тому что поединок получится затяжным то есть вряд алексахин полезет какие-то размена зарубы скорее всего попытается тактически переиграть вот ну и да и в целом как бы ну как правило последний боях он ложит и шатает уж прям совсем откровенных мешков вот а с более или менее там крепкими ребятами него бои стандартно доходят до решения то есть поэтому здесь я все-таки наверно поставил бы на тб может быть тб два с половиной может быть сразу полный бой в зависимости от того там да какой коэффициент какая быка предлагает вот примерно как-то так но что касается глейс на тебя у роли макдональда ну это просто дерьмобой откровенный потому что ну вот роли макдональд смог воспользоваться откровенно слабой стороной своего оппонента последнее противостояние но вот здесь глейсон тибао который там обещает стритфайт какой-то там туда-сюда мы же все прекрасно понимаем что будет катать вату просто ебучую вату а роли макдональд он тоже вперед вряд ли побежит переводить глейсон тибао не станет в размены там лететь взрываться сериями не будет будет кидать джебы как бы дали тибао будет и хавать там раз в три минуты тибао будет пытаться проходить в ногу безуспешно то есть мы просто очередное говно откровенно говоря поэтому здесь там единственно что напрашивается это файд госту decision то есть то что дойдет решение буду ли я на это ставить да нет наверное нахуй мне это надо за такой-то коэффициент вот а так ну макдональд decision где у нас там макдональд win by decision 183 тоже как бы ничего интересного поэтому здесь я лишь буду надеяться что по ходу поединка будет происходить что-то интересное и появится достойный вариант на то чтобы поставить на него в лайве а так пока я не вижу предпосылок темпе уже непосредственно по ходу боя я не собираюсь здесь вообще в принципе не в чуле есть потому что бой в плане ставок абсолютно дерьмо вот с одной стороны как бы абсолютно логично выглядит ставка то чтобы дойти до решения с другой стороны каф настолько мал и настолько глейсон тибао старый как бы до долбоеб что и ставить на это тоже не хочется примерно такой вот расклад так что если по ключевым вариантам пробить пройтись то это ставка на победу садибуси над конченко это т.м.к. в поединке яднга с лаулером это т.м.к. в поединке милендера с магомет керимовым это поединка т.м. в поединке хамлета и хендрикса потом это получается т.м.к. в поединке с орди со спуном ну такая уже пожиже вот принципе победа николай алексахина в том или ином виде в зависимости от быка и так далее ну и все то есть как бы я еще опять таки подумаю как это распределить в плане процентов от банка забив все на бетоне опубликуя отдельно ну вот чтобы вы могли конкретно увидеть мое мнение в том числе в таком таких пропорциях в общем вот как то так если у кого-то из тех кто сейчас сидит в чате есть вопросы и либо свое мнение по тому или иному противостоянию вот есть он может высказаться достаточно просто нажать там куда-нибудь чтобы я увидел что ваша рука поднята но судя по всему в столь неудобный час как бы не она вот-вот-вот пушкин лермонтов передаю слово здравствуйте михаил тут ехал трактор по ему ждал пока ребята поднимут руку на что-то нет желающих я хотел уточнить почему алексахин с его заплетными боями непонятны и сисишными всеми этими бразильцами не бразильцами и всякая рода категории бойцов ну даже с таким купером которого мы видели в прошлом не ума и мощи купера до этого почему ты все-таки его увидел фаворитом так да собственно могу объяснить чуть более подробно то есть рэй купер это в принципе продукт пфл то есть до пфл мы его особо-то нигде не видели но и откровенно говоря то есть когда ему привозили там каких-то мешков там совсем лоу скильных там каких-то стариков ветеранов дауных красиво ярко тушил но против более или менее достойные что-то из себя представляющая позиция у него начинали заплеты как это было с магомет керимовым даже джона ховар думали умудрился нокаут отлететь там садибуси по раундам 11 отбиться в последних боях но крис кертис которого маги метки римов там дважды там да по моему до этого мучил там вот смог его там соответственно нокаутирует во втором мечет там вообще как по мнению особо боец но джейсон пунет из тех из тех ребят которые были заявлены этот сезон просто самый лох вот самый лох из них вообще вот лютейший его дают как бы купер то есть николай алексахин несмотря на все это со своей там оппозиции прочим он тем не менее демонстрирует прогресс по скиллам то есть видно там да со времен там не знаю поединка с беном аскридом с агитом и закахмаевым все равно прогресс виден то есть как бы как бойца он растет и так или иначе его оппонент некоторые были поинтереснее чем те с кем дрался в общем-то рей купер 3 ну и плюс опять-таки здесь чисто физуха габариты то есть как бы стиле исходя из этого в общем-то фаворитом идет алексахин то есть два ударника будут драться то есть чуть повыше алексахин размах рук чуть побольше при этом как бы он не пробитый там да ары купер там есть вопросы поэтому по этой теме как бы поэтому он идет он до фаворитом за 168 открывался за 178 вполне себе разумные котировки я бы не сказал что тут типа как-то что-то не так ну вот примерно таким и должен быть идти если бы алексахин шел там за один и четыре ска вы ебанутый как бы а так нет вполне себе понятно есть кому еще что сказать говори-говори раз уж все молчат все для себя понял ответ получил второй вопрос насколько я знаю пфл купили какие-то какая-то компания знаю чем которая занимается группа людей скажем так богатых то ли из бразилии то ли из америки неважно во всем мире обсуждают либо русских олигархов либо арабских шейхов либо какие-то американские супер компании нахуя покупать пфл и вот каждый раз платить говно бойцам по миллиону долларов и за счет чего они вообще собираются развиваться до хардкорные фанаты отбитые как я ты и ребята сплита смотрят всем остальным похуй на чем они зарабатывают для чего это вообще нужно и ну я понимаю когда какой-нибудь российский олигарх держит там rcc там легенда файт на сессии но это понятно все история или арабские шейхи для чего это группе людей вот этой спасибо так ну здесь у меня как бы ответа прям нет потому что опять таки я с ними переговоров не вел там интервью у них не брал и бумаги и там налогов и и тому прочее не читал но в целом есть определенный спрос прежде всего у как бы у телевизионщиков то есть они же получается пфл сразу получили контракт с espn то есть они получили слот трансляции то есть как бы да этот я не отжали себе день который по сути нахуй никому не нужен лишь турниры свои проводят по четвергам вот при этом все это так достаточно скромненько без особых денежных затрат я так понимаю на одной и той же арене то есть они в организации экономит достаточно сильно бойцов как бы в целом помимо там каких-то 2 2 2 3 там до каких-то условно типа аля звездных они подписывают достаточно скромных под такие гонорары как бы да не очень ну и там автоматом все равно раз они на espn и так далее падают какие-то рекламные контракты предложения вот то есть они как бы вот это все миллион там до миллион победителей гран-при это такой как бы ну не были в глаза на самом деле потому что мы же понимаем прекрасно что там не такой ситуации что боец бьется весь сезон за каждый бой получает какой-то фиксированный гонорар сопоставимый с гонорарами и все а потом еще сверху в финале гран-при ему дают сверху лям насколько я понимаю там система скорее такая близко белла торовской старой когда типа там было там гран-при за 100 тысяч долларов и победителю 100 тысяч но там шлеменко например рассказывал ну на самом деле это сотка это сумма гонораров если ты победил там три боя подряд ну то есть там турнир восьмерка да там типа а там ну или там короче типа там же типа они получается 1 8 там 1 4 полуфинал и финал вот если ты как бы три боя победил выиграл в итоге гран-при у тебя в сумме получается 100 тысяч вот здесь примерно плюс-минус там тоже самое и при этом при всем они реально бьются весь сезон там блять перерывами там полтора месяца там и так далее а если ты выбыл я так понимаю ты лапу сосешь а гонорар вот этот вот стандартный просто на выход за бой там наверняка очень скромный так что я думаю что у них финансовая модель достаточно разумная и они как бы там до хера не тратят а вот этот миллион гран-при это все реально пыль в глаза как бы не более того так если есть кому-то что-то еще сказать говорите и будем закругляться гавари-гавари понял ответ на второй вопрос третий вопрос это автоп но животрепещущее сознание и моё и людей тема как ты относишься к бою абду розика и хазбулы я сейчас не рофлю серьезно объясню почему такой вопрос многие оправдывают это тем что ну понятно очень много есть людей которые просто любят ну дерьмо потребляют контент дерьмо из интернета кто-то оправдывает тем что пусть ребята выйдут заработают это будет спарринг то все но с морально-эссетической точки зрения вообще как это вот бой двух ну инвалидов карликов это ну я понимаю да странах совсем уж третьего мира там то все но как-то не хочется нашу россию матушку видеть страной третьего мира и вообще ну почему вот такой ажиотаж американцы все ну такое маргинальное отношение у людей и еще подключаются долбоебы типа сиху да это еще все так этому хлопают аплодируют и всем прям по кайфу я ничего против того чтобы ребята заработали не имея на просто не знаю как это вообще нет нет такого что отвратительно так ну такой финальный вопрос конечно очень хорошая как вы на него отвечу сну и вера будем уже закругляться но по факту я просто не обращаю внимание то есть я же как бы вот эти всякие хардкоры хуёры топ-доги я их как бы ну не смотрю там иногда какие-то отдельные бои там вот мы там карапета братишку смотрели там туда-сюда но мне это настолько не интересно вот каменные лица какие-то там вот это вся ебала то есть как бы мне это как бы вообще ну не то что типа омерзительные прочее но мне это реально не интересно и уж тем более обсуждать какой-то бой типа аля там обдрозика против хазбика ну это хуйня но просто у нас есть и всегда было даже не в россии а в мире но прослойка которая как бы ну хочет хавать разный контент то есть на уровне но банально да вот есть например там проведем параллель не знаю спорно допустим да есть там порно фильмы с какими-нибудь там красивыми телками там с буферами силиконами и так далее то есть там все красиво снято там люди смотрят и так далее там теребонькают там на свое здоровье там и так далее а есть контент тем не менее там извращенные порно там со всякими разными там фетишами и так далее то есть и здоровый человек сидит и думает блять нахуй мне это надо а тебе это не надо люди будут другие смотреть кому это надо то есть просто есть определенная, опять же, еще раз говорю, прослойка людей, которым это заходит, которым это интересно, и они хотят вот такой контент потреблять, то есть, и просто раньше, как бы, никто, возможно, до такого не додумывался, да, прям такой трешняк заебений, да, там, бой двух, не то чтобы карликов, да, это не карлики, это люди, реально, с совсем другой болезнью, с другим отклонением, но вот до такого говна докатились, и люди, как бы, которые, возможно, даже не осознавали, что им это было бы интересно, получили, соответственно, то, чего они хотели, и поэтому, вот, как-то так, стал такой уже такой, ну, мем, собственно, достаточно популярный, действительно, и на Западе в том числе, но мне по этому поводу сказать нечего, потому что я не потребитель этого дерьма, вот, и, как бы, мне неинтересно, где этот бой будет, был ли он, что с ним, как с ним, ну, я посмотрел, кто такой Хасбит, ну, весело, как бы, там, да, ну, как бы, это такой контент, который развитие никакого в себе не несет, примерно, как-то так, в общем, ладно, спасибо всем за внимание, опять же, напоминаю, видео-версия этого подкаста будет записана на, соответственно, ну, она уже записана, да, параллельно, будет опубликована на Ютюбе, ну, и, в общем-то, жду всех на трансляции по ФЛ, вот, помимо прематч-прогнозов, постараюсь что-нибудь в лайве хорошее, нормальное родить, вот, ну, опять-таки, если вы не смотрели в прямом эфире, не могли задать вопрос в Телеграме, ну, комментарии, там, да, Телеграм-чат, все открыто, залетайте, пишите, высказывайтесь, аргументированное мнение, я всегда рад, на этом я с вами прощаюсь, всем пока-пока.